Добро пожаловать в инфосферу! Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Академия вампиров Мало кому известно, что в Америке, в самом сердце Монтаны, имеется настоящая академия, где вампиры обучаются высокому искусству магии. И почти никто не знает, что в мире идут кровавые вампирские войны, и раз Семароев противостоит жестокое племя Стригоев, вампиров, приступивших к черту закона и не гнущащихся убийством. Даже стены Академии, святая святых науки, не слишком надежная защита от происков темных сил. Юная моройская принцесса Лиса и Роза, ее подруга и верный страж, однажды убеждаются в этом, оказавшись в эпицентре грозных событий. Сумерки 2008 года 17-летняя девушка Белла переезжает к отцу в небольшой городок Форкс. Она влюбляется в загадочного одноклассника, который, как оказалось, происходит из семьи вампиров, отказавшихся от нападений на людей. Влюбиться в вампира – это страшно? Это романтично, это прекрасно и мучительно, но это не может закончиться добром, особенно в вечном противостоянии вампирских кланов, где малейшее отличие от окружающих уже превращает вас во врага. Таймлесс. Рубиновая книга. 2013 года. Живущая в Лондоне 16-летняя Гвендолин Шеффорд случайно узнает, что обладает уникальным геном путешественника во времени, который унаследовала от прабабушки. Теперь девушка может ежедневно переноситься в прошлое, и с каждым днем загадок становится все больше. Что такое тайна 12? Кто охотится на путешественников во времени в прошлом? И почему все думают, что она обладает какой-то магией ворона? Дивергент. 2014 года. Действие развивается на Земле в будущем, в деспотичном Чикаго. Все подростки, достигшие 16 лет, обязаны выбрать одну из пяти фракций и присоединиться к ней на всю оставшуюся жизнь. Каждая фракция представляет определенное качество. Искренность, отречение, бесстрашие, дружелюбие и эрудиция. Мрачные тени. Владелец поместья Коллинвуд, Барнабас Коллинс, богат, властен и слывет неисправимым Казановой, пока не совершает роковую ошибку, разбив сердце Анжелики Башар. Будучи ведьмой в буквальном смысле этого слова, она обрекает его на судьбу худшую, чем сама смерть, обращает его в вампира и хоронит заживо. Саш Накасив, 2011 года. Современный Манхэттен, мир гламура и роскоши. Кайл, король этого мира. Он красиво богат, но когда мир вокруг него изменится, у него останется единственный шанс, чтобы вернуться назад. Бессмертные, 2002 года. Фантастическая история на тему бессмертия. В 1914 году девочка из богатой семьи случайно находит в глубине леса хижину, где живет очень необычное семейство. Этих же людей разыскивает таинственный человек в желтом костюме, у которого насчет них свои планы. Затемка с дьяволом, 2006 года. Четыре подростка, принадлежащих к древней касте людей, обладающих сверхъестественными способностями, должны остановить зло, которое они сами когда-то выпустили на волю. Но чтобы успешно справиться со своей миссией, им необходимо научиться доверять друг другу. Орудие смерти, город костей Клэри Фрей всегда считала себя самой обыкновенной девушкой, пока не выяснилось, что она – потомок древнего рода сумеречных охотников, тайной касты воинов-полуангелов, защищающих наш мир от демонов. Когда мама Клэри исчезает, девушка объединяется с сумеречными охотниками, чтобы спасти ее. Так и начинается ее опасное знакомство с иной реальностью, в которой существуют демоны, маги, вампиры, оборотни и другие смертоносные существа. Теплон их тел 2013 года Мир поражен чумой и стоит на грани вымирания. Покойники ходят на земле и норовят употребить в пищу живых, которые, оставшись в катастрофическом меньшинстве, с трудом держат оборону. Перемены начинаются, когда один зомби, чье имя при жизни начиналось на Эр, спасает девушку, вместо того, чтобы ее съесть. Дружба, завязавшаяся между представителями враждующих сторон, грозит обоим самыми нехорошими последствиями. Но Эр и Джули, сами того не подозревая, держат в руках простой и единственный ключ к спасению гибнущего мира. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание, до скорых встреч!